Очень хорошо, кто-то в Фейсбуке сегодня спросил, а что делать тем, чья вера оскорблена в молекулярную биологию, в теорию большого взрыва и так далее. Конечно, этот закон — это огромный шаг в сторону Средневековья. Все веры равны, но некоторые очевидно равны. Да, чувства верующих всегда оскорбляются. Сартер сформулировал про это, что ад — это другие, вот существование других — это ад. Они одеваются так, как им не нравится, они выглядят так, как нам не нравится. У них не тот цвет кожи, не та религия, у них все не то. Каждый человек отчитывает норму от себя, ему справедливо. Кажется, что норма — это он, а все остальное — это за пределами нормы. Это естественно. Дальше по-разному решаются в разных обществах такого рода вопросы. В цивилизованном обществе, в европейской парадигме, это означает, что ты не должен просто приходить со своим уставом в чужой монастырь. Ну, например, конечно, если я приду в шортах мечеть, да, и начну в мечети кричать, что Аллах — это выдумка, ну, видимо, мне не стоит этого делать. Как минимум, я рискую и своим здоровьем, и жизнью, но я рискую и по закону. И это справедливо. Не надо ходить. Симметричным образом православных руквеносцы не должны, я думаю, ходить на выставки современного искусства. Не надо ходить туда, где тебя что-то оскорбляет. Не надо искать оскорбления, не надо нарываться на оскорбления. В цивилизованном обществе люди просто договариваются о некоторых правилах общежития. И только так можно выжить. Иначе мы объявляем тотальную гражданскую войну друг против друга. Мусульман против христиан, атеистов против всех, да, сторонников современного искусства против сторонников несовременного и так далее. Все-всех раздражают и оскорбляют. Мне кажется, что закон, который каким-то образом выделяет одну веру или вообще веру, выделяет над другими способами осознания мира, значит, и ставит над ними, это очень опасно. Это прямая дорога к Средневековью. И мы очень много неприятностей, я ожидаю, в том числе и крови, разумеется, от такого закона.